У них учатся, на них равняются. В МГТУ состоялся финал конкурса «Преподаватель будущего». За победу боролись 23 педагога гуманитарного и технического профилей. Подготовка к состязаниям шла полгода. Каждый из участников должен был презентовать свой курс. Сегодня будут соревноваться в двух направлениях. Это направление «Надежда» до 35 лет и направление «Профессионал» до 35 лет. Этапы по гуманитарному направлению показали, что преподаватели действительно вышли за рамки своих обычных функциональных обязанностей и показали себя абсолютно в необычайных каких-то ситуациях. Заключительный тур «Автопортрет» проходил в два дня. Первыми свое публичное выступление презентовали преподаватели технического направления. Сегодня на сцену вышли гуманитарии. Название лучшего претендовали 13 ученых умов. Участники отмечают, что этот конкурс позволил по-новому посмотреть на некоторые аспекты работы. По-новому мы немножко изменили сам урок, то есть внесли небольшие новшества в уроки. Достаточно тяжело было готовиться в основном, тяжело готовиться в теоретическом плане, это работать с порталом, а уже работать непосредственно с детьми на уроках. Здесь все было просто, все в рабочем режиме, как говорится. Участников оценивала компетентная жюри. Первое место в номинации «Надежда» занял Николай Рыбаков. А лучшим среди профессионалов стала преподаватель Института энергетики и автоматизированных систем Екатерина Карманова.